из себя, скажем так, большой автокад, который включает в себя 8 различных направлений, то есть раньше, если помните, были отдельные автокады автокад, просто автокад Architecture, автокад Electrical, автокад Mechanical, автокад MAP, автокад Map3D, автокад Raster Design и Plan Design, собственно говоря, которые представлены. Сейчас при приобретении подписки на автокад вы имеете возможность пользоваться всеми этими продуктами. То есть, ну, понятно, когда вы скачиваете автокад, вы пользуетесь именно только автокадом, но если вам нужно каким-то образом расширить функционал используемого автокада, вы можете через личный кабинет скачать вот эти вот версии дополнительные и в них, так сказать, осуществить свою работу. Так сказать, куда идет развитие автокада? Значит, развитие идет, ну, то есть функционал уже практически максимально возможен из того, что, так сказать, нужно пользователям и из того, что пользователи хотели, думали, предлагали и все это вот уже достаточно сильно реализовано. Теперь вопрос в том, как с этим совсем работать и как улучшить работу инженера-конструктора, как сделать ее более, так сказать, приятной, более легкой, динамичной и чтобы человек больше, так сказать, занимался творчеством, а не, так сказать, вычерчиванием каких-то геометрических объектов непонятных. Вот, значит, в связи с этим вот такой, один из таких ракурсов. Дальше у нас ускорение работы за счет, опять же, автоматизации. Ну, как я уже говорил, отраслевая направленность, да, и эффективность работы имеется в виду возможности использования различных платформ. Давайте по порядку. Начнем с наборов специализированных инструментов для проектирования, в частности, вот, допустим, AutoCAD Mechanical. Такой продукт, о котором, наверное, уже мало кто помнит, но, тем не менее, шикарный, совершенно двухмерный продукт, предназначенный для машиностроительного проектирования, значит, там имеется библиотека стандартных элементов, да, где есть болты, гайки, то есть все, что есть, так сказать, в инвентаре, там было еще с незапамятных времен, и я первый раз коснулся AutoCAD Mechanical в 2000 году, уже библиотека стандартных элементов, она ГОСТовской не была, а была Диновская и СОЧная, она имелась. Вот, плюс возможность, так сказать, автоматизировать такие рутинные мероприятия, как отрисовка болтовых соединений, так сказать, некоторые расчеты, автоматизация процессов рисования каких-то деталей машин, да, зубчатые колеса, валы, шпоночные пазы и так далее. Плюс возможность конечный элементного анализа будет смеяться, ну, это факт, так сказать, AutoCAD Mechanical позволял рассчитывать плоские балки методом конечных элементов, то есть рисовалась балка, ставились опоры, ставилась нагрузка и, так сказать, с правой стороны от этого рисовалось сечение, которое, значит, являлось, скажем так, ну, сечением этой балки. То есть это вот такие вот инструменты были доступны еще очень давно. Дальше, набор для архитектурного проектирования, ну, собственно говоря, что позволяет он автоматизировать рутинные мероприятия, связанные с созданием поэтажных планов, со вставкой различных конструктивных элементов, такие как окна, дверные проемы, ну, и другие, так сказать, элементы в области, так сказать, объекты, связанные с проектированием сантехники или, так сказать, в общем, такие вещи, различные блоки, да, которые, опять же, позволяют вам не задумываться о том, как бы мне отрисовать вот эту раковину или еще там что-то, просто взять готовую, так сказать, там есть возможность, это все на базе динамических блоков сделано, возможность есть редактирование, адаптации под ваши нужды и, так сказать, настройки, да. Потом есть такой прекрасный продукт для электротехнического проектирования, о котором тоже незаслуженно забыт, это схемотехнический, собственно говоря, схемотехническое проектирование, то есть, значит, этот продукт предназначен для того, чтобы быстро создать принципиальную схему, принципиальную электрическую схему, да, и ее, значит, проверить на коллизии элементарные совершенно, да, как электрики шутят, что плюс 220 на минус 220 не попало. Соответственно, дальше с этой схемы можно делать все, что угодно. Можно, так сказать, получать отчеты, а можно ее с помощью инструмента передачи данных в Inventor выгрузить таблицу соединений, там быстренько создать соединение в виде трассировки, так называемой, когда просто есть источник-потребитель. Потом, соответственно, соединить нужными проводниками, жгуты, так сказать, объединить, проводники объединить в жгуты, жгуты, так сказать, вытащить в отдельный конструктивный элемент, на него сделать чертеж, нужные схемы с разъемами, с длинными. Об этом чуть позже, точнее не чуть позже, а в июне у нас будет отдельный большой вебинар, в котором мы, так сказать, этот раздел подробно изучим. Вот. Ну и плюс еще различные, так сказать, условные обозначения, да, это, так сказать, источники, потребители, проводники, там, предохранители. Ну, то есть, все, что нужно отрисовывать вручную, тут как бы уже автоматизировано, и вам нужно только заниматься, так сказать, основным своим занятием, а именно проектированием. Соответственно, самый продукт на базе AutoCAD MEP3D, да, это понятно, что это инфраструктурное проектирование, проектирование, это, так сказать, работа с генпланом. Дальше у нас специализированные инструменты для проектирования внутренних коммуникаций, это вентиляция, канализация, отопление, да, то есть, это, собственно говоря, был продукт AutoCAD MEP3D, ну, вот он теперь есть у подписчиков AutoCAD обычного, да, вот, значит, PNID или Plan 3D, да, это возможности проектирования вот объектов, связанных с трубопроводами, и, собственно говоря, AutoCAD Plan 3D, ну, он не очень популярный в России, но, тем не менее, да, есть уверенные пользователи его, которые любят и работают с ним. Соответственно, AutoCAD Raster Design тоже, так сказать, не сильно популярный, но, тем не менее, продукт для работы со сканированными данными, да, это возможность T-файлы, так сказать, быстро приводить в электронный вид, то есть, вид удобоваримый для работы в AutoCAD. Ну, и преимущества какие, вот, то есть, мы все время говорим о том, что, собственно говоря, вот такие инструменты дают преимущество, ну, вот, собственно говоря, выполнен был некий тестовый, так сказать, проект, вот, в котором, собственно говоря, значит, ну, то есть, одни делали AutoCAD, другие делали с помощью архитектурного набора. И что получилось, да, что при использовании базового AutoCAD конструктора потратили тысячу часов, а при наборе, так сказать, архитектурного проектирования всего лишь 400 часов. И на чем было сэкономлено времени? В первую очередь, на создание поэтажных планов, о которых мы говорили, да, на создание лифтовых холлов и лифтовых шахт, и получение сечений по, ну, так сказать, самых важных сечений по объекту. Вот. Значит, дальше электротехническое проектирование, значит, ну, тут производительность вообще, так сказать, возросла, там, 95%, то есть, получается, на 100% почти, да, выросла. И основная, собственно, экономия времени пришлась на это создание, так сказать, обозначений, да, то есть, создание, использование обозначений и графических обозначений, так сказать, источников и потребителей, да, автоматическое создание чертежей, таблицы и клемм соединений, соответственно, и отчеты по, значит, табличке с соединениями, да. Вот. Значит, дальше у нас механическое проектирование. Здесь в два раза рост, там, 50% рост, точнее, да. То есть, тоже за счет чего? За счет того, что, во-первых, так сказать, можно быстро и эффективно работать со слоями, да, то есть, там каждый объект размещается на нужный слой, так сказать, размеры, оси, штриховки, детали, так сказать, крепежные и так далее. Да, потом получение спецификации, возможно, по данному продукту, то есть, в автокарте в Миккиникуле при определенном подходе, правильном подходе к работе с продуктом, вот, можно получать автоматически спецификацию. Ну, для этого просто нужно открыть справку, посмотреть, как это делается, да, там все просто и понятно, и самое главное, что на русском языке. Вот. Ну, и, конечно, элементный анализ, о котором я говорил. Ну, вот тут пример приведен о том, как, так сказать, за счет чего было получено ускорение, в частности, вставка оконного проема, да, то есть, в автокарте это путь создания, идет следующее создание контура стены, потом, значит, получение этой стены в виде, так сказать, полилинии и двух отрезочков, потом обрезка под размеры окна, значит, потом доведение, значит, концов приведения, создание оконного блока и вставка туда, да, значит, ну, там всякие подрезочки, так понимаю, там, вот, различные решения, так сказать, архитектурные, да, а при помощи архитектурного набора инструментов, да, мы создаем стену, берем готовый блок, вставляем его, то есть, объект берем, не блок, а объект даже берем, объект окно, вставляем его, располагаем его на стене, и, собственно говоря, значит, получаем автоматический разрыв стены в данном месте, и, собственно говоря, все. То есть, на три шага быстрее, чем при обычном способе проектирования. То же самое при удлинении стены, да, то есть, вот целый путь, то есть, опять же, мы видим, что нужно использовать базовые инструменты, и, так сказать, они не всегда эффективны, когда есть возможность просто взять и сказать, что давайте этот объект, такой как стена, отредактируем, потянем там, простыми инструментами все это дело отрегулируем. Создание аннотаций, пометка элементов, вот, ну, собственно говоря, тоже, да, то есть, здесь как раз выигрыш в том, что мы, опять же, используем специализированный инструмент, а не используем базовый функционал. То же самое с автокадом Electrical, да, когда нужно, значит, добавить проводник, просто, так сказать, берем и соединяем те места, которые должны содержать проводник, а дальше это самое, если мы вставляем какой-то компонент, то, или уже существующий компонент должен располагаться на этом проводнике, то, так сказать, появляется автоматический вот этот вот разрыв. Вот, значит, то же самое с редактированием компонентов, да, то есть, это все объекты, которые есть в автокаде Electrical, они интеллектуальные, что значит интеллектуальные, то есть, они все содержат некие атрибуты, которые в дальнейшем могут попасть, во-первых, в спецификацию, во-вторых, так сказать, вы по ним можете сделать какой-то, какой-то поиск, сортировку, замену, там, все, что угодно, да, соответственно, здесь тоже есть определенный выигрыш в том, в том, что, значит, в том, что, так сказать, эти объекты интеллектуальные. Вот, идем дальше. Значит, удаление компонентов, точно так же, да, мы удаляем компоненты с линии, например, там, вольтметр, или, там, точнее, амперметр, например, из линии, да, или, там, допустим, плавкое сопротивление или еще что-нибудь. Соответственно, в этом месте в автокаде просто будет разрыв, потому что это отрезок, это не соединение. А в автокаде Electrical или это проводник, соответственно, он, так сказать, как только мы удаляем оттуда этот элемент, он автоматически формирует связь, связку с проводника, да, непрерывностью. Ну, соответственно, механическое проектирование, да, значит, перемещение объекта, то есть объекты на определенный слой, да, то есть нужно выбирать объект, вот, а у нас, значит, объект, поскольку, допустим, если это блок, например, который мы отрисовали сами или он не блок, то, соответственно, нужно все, так сказать, рамочкой выделить все объекты, то есть все, что попало, значит, все, что принадлежит болту, потом переместить на нужный слой, в общем, ну, то есть понятно, что это целая возня. Здесь, как бы, объекты принадлежат слою, там, крепеж, например, да, и, так сказать, их достаточно просто куда-то там с ним манипулировать. То же самое с аннотациями, да, аннотации тоже, это имеет некие атрибуты, и они позволяют, ну, аннотации имеют в виду, это, например, размеры, там, да, или, например, номера позиций, или отклонение формы и, значит, положение поверхностей, все, что угодно, да, шероховатость, то есть эти объекты, они в виде отдельных, так сказать, элементов, ими достаточно легко управлять. То же самое с остановкой осевых линий, то есть вспомогательные элементы оформления. Теперь, что касается связи, то есть возможности работы автокада на любом девайсе. И здесь, как бы, мы приходим к тому, что сейчас мы можем работать и на компьютере, и на планшете, и на мобильном телефоне. Вот, значит, соответственно, вот, ну, я там пару раз редактировал этот самый автокадовский файл на телефоне. Ну, привыкнуть надо, так-то, в общем-то, скажи об этом лет пять назад, ну, было бы, конечно, все бы только об этом и мечтали. Вот, то есть это такая достаточно удобная штука, то есть можно и посмотреть, и помасштабировать, и что-то там подредактировать. Вот, также, собственно, для функционала автокада доступен и по, через веб-браузер, соответственно, в любом месте при наличии интернета и доступа к подписке автокада вы можете работать на любом устройстве. Ну, и, как мы говорили уже, в мобильном приложении, да. Это, значит, самое одно из таких интересных, что, так сказать, все, что вы делали в автокаде, все, что вы на любом устройстве, нужно открыть на мобильном устройстве или в веб-браузере. Ну, и последний момент, связанный с тем функционалом, который реально, так сказать, добавился в продукт, кроме, так сказать, вот этих вот возможностей по отраслевым решениям, это, например, возможности изменения текущего цикла чертежа. То есть, можно посмотреть, что за какое время было сделано, да. То есть, теперь, как бы, у руководителей подразделений есть реальная возможность ускорить работу подчиненных за счет этого. Конечно, вот, это, может быть, с одной стороны, приятно, может быть, не очень, но реально давно об этом просили и давно это хотелось бы иметь. Более того, там есть фильтрация, возможность фильтрации, да. То есть, можно по дням прямо посмотреть, что конкретно менялось и где. Значит, в живом режиме теперь доступна возможность получения обновлений чертежа. То есть, ну, вы работаете, что-то рисуете, проектируете. Если у вас есть, ну, так сказать, если чертеж содержит гиперссылку, по которой вы работаете с этим чертежом, то есть, ссылочный чертеж, да, то при его обновлении, значит, кем-то, кто является владельцем чертежа, да, он у вас автоматически выступит, появится сообщение о том, что чертеж был отредактирован, не хочет ли ты загрузить эти, это самое, изменения. Вот, то есть, это тоже достаточно удобно для такой, так сказать, работы. Значит, ну, как мы уже говорили, любая платформа, да, это тоже такое хорошее дополнение, потому что, так сказать, руководителям, например, зачастую и не нужен и ноутбук, да, потому что многие, так сказать, с планшетой руководят там, пишут сообщения, то есть, управляют процессами без, так сказать, работы с, ну, с десктопным или с ноутбуком, да, вот, поэтому, ну, достаточно тоже удобно. Улучшили производительность системы, то есть, теперь достаточно сложные объекты, нужно быстро панорамировать и масштабировать, то есть, это самое, регенерация чертежа и объектов, она теперь такая автоматизированная и подстраивается под производительность системы, то есть, если ядро загружено сильно, проседает, то она там автоматически подстраивается под работу, под загрузку графического процессора. Значит, теперь есть возможность использовать хранилище в облаке и, так сказать, оттуда загружать чертежи на свое мобильное устройство. Доступны практически все наиболее популярные платформы облачного хранения. Это и Dropbox, и Google Drive, и многие-многие другие. Соответственно, в Google Drive вы можете открывать доступ. Да, Microsoft тоже OneDrive, по-моему, да, и, в общем, тоже доступен в качестве стандартного приложения. Значит, вот с 3 апреля доступна версия для пользователей Macbook, то есть, на платформе Mac AutoCAD доступен. Вот, значит, соответственно, ну, помните, что он отличается немножко от AutoCAD обычного, хотя вот уже функционал весь, так сказать, вот, имейте в виду, так сказать, как он выглядит. Соответственно, ключевые возможности этой версии для пользователей Macbook – это сопоставление гиперссылок на любой платформе, командная строка плавающая и поддержка языка программирования LISP. Ну, и появился новый китайский язык для пользователей. Вот, значит, какие еще преимущества дает подписка, которую, так сказать, вы, по которой вы теперь можете пользоваться AutoCAD. Кроме всего прочего, да, это, соответственно, техническая поддержка. То есть, вы можете удаленно через инструменты сайта Autodesk обратиться к специалистам технической поддержки. Ну, сначала можете, конечно, к нам обращаться. Ну, если мы что там не работаем или, так сказать, не можем вам помочь, что, конечно, такого не бывает, да, то вы можете обратиться напрямую к сотрудникам техподдержки Autodesk и там, соответственно, получить необходимую консультацию. Что еще дает, какое преимущество дает подписка? Она дает возможность использовать всем сотрудникам компании, так сказать, самую последнюю версию программного обеспечения, ну, или, то есть, единую, так скажем, версию, да, условно говоря, вот сейчас вот 20-21 доступно. Ну, вот на 20-й версии вы можете работать еще там 2 года, продлевая подписку. То есть, 3 версии вниз вам доступны для работы. И, ну, если у вас, условно говоря, программа обеспечения, завязана с каким-то еще, так сказать, какой-то сторонней программкой, если нет, то можете смело, так сказать, переходить на самую совершенную платформу и использовать, так сказать, версию 20-21. Соответственно, можете гибко раз в год менять количество пользователей, увеличивать, уменьшать, соответственно, где-то вы продлеваете подписку, где-то нет. Это никак не влияет на ваш аккаунт, да, условно говоря. То есть, вы можете достаточно гибко управлять затратами на использование программного обеспечения. Ну, и управление, так сказать, теперь администратору доступно из панели инструментов на страничке менеджер-автодеск.ком. Вот, там можно управлять лицензией, назначать пользователей, вот, формировать домашнюю лицензию, если это необходимо в такие вот сложные периоды в жизни. Ну, и так далее. Вот, соответственно, что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что, в принципе, по новинкам Автокада это практически все. Значит, теперь хотелось бы вам напомнить о том, что у нас цикл из 12 вебинаров. В связи с такой сложной обстановкой будем заниматься образованием. Вот, значит, следующий вебинар у нас подготовка раскроет с Inventor Nesting. Значит, регистрируйтесь на вебинар, постараемся максимально интересно донести информацию о том, что есть в Inventor, в частности, вот, в этом модуле формирования раскроя. Вот, соответственно, вебинаров до 3 июля, июня расписано. Значит, следите за информацией на сайте. Дальше у нас запланировано еще по визуализации с Андреем Плаксиным 3 вебинара по использованию продуктов 3D Max, Корона, значит, тоже серия вебинаров. Андрей является очень крутым специалистом по рендерингу в 3D Max. Подписывайтесь тоже, так сказать, на вебинары, приходите. Надеюсь, так сказать, будет интересно. Дальше. В составе у нас еще вебинаров планируется по машиностроительной коллекции ряд вебинаров. Для этого мы хотим вам задать вопрос, чтобы вы хотели от нас услышать по данному поводу. То есть, какие решения, какие продукты, какие вопросы необходимо осветить. Вот, соответственно, дальше. Сейчас мы открываем возможность дистанционного обучения по продуктам, по инвентуру. И, в частности, у нас будут три курса. Это экспресс-курс обучения, базовый и расширенный курс. Соответственно, по этим продуктам, значит, у нас, то есть, по этим, да, продуктам-образователям у нас будет отдельная... Ну, естественно, они бесплатные, конечно, понятно, да. Значит, но мы что хотим? Мы хотим предложить вам тем, кто в апреле приобретет, значит, автокад или инвентар, там определенное количество рабочих мест, значит, предложить вам обучение. Соответственно, по инвентару это будет экспресс-курс, по автокаду, значит, это будет... некий такой набор из, собственно говоря, ну, то есть, элементарных знаний, которые нужны для работы в любой компании. То есть, это некая стандартизация работы. То есть, как рисовать отрезки от дуги и окружности, все знают, да. Вот, а вот как сделать так, чтобы у вас бесшовно чертежи проходили, и у вас не было там огромного количества этих самых слоев, там, каких-то объектов, тысячи шрифтов, там, размерных стилей и так далее. Плюс правильное оформление в автокаде, как это нужно делать, да. Не как все делают, а как это нужно делать. Вот об этом мы будем рассказывать, да. Соответственно, по инвентару от пяти рабочих мест, тут невероятно, что написано, значит, при покупке от пяти рабочих мест, значит, бесплатный курс обучения по программе «Экспресс», вот, или большая скидка на, соответственно, этот курс. Вот, значит, время обучения 24 часа, то есть 3 на 8, и основные возможности инвентара вы будете знать и уметь ими пользоваться. Ну, на этом, собственно говоря, все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, какие вопросы, задавайте, и я с удовольствием вам о них отвечу. Так, о каких функциях, вот, спрашивают, вопрос задали, а в версии 2020 этих функций нет. А о чем именно речь идет, о каких функциях? По поводу регистрации на вебинар 14 апреля. Андрей, будь любезен, доведи коллегам, как поступить, то есть нужна ли еще дополнительная регистрация, или достаточно будет вот этой сегодняшней регистрации на весь курс этих вебинаров? Коллеги, еще раз, если несложно, повторите, пожалуйста, вопрос по относительно, так сказать, относительно функций, о каких функциях, какие функции, то есть вот вы спрашиваете, эти функции были доступны в версии 2020. Надеюсь, все видели ответ, да, что регистрироваться на вебинар 14 апреля не нужно. Андрей сказал, что все, достаточно сегодняшней регистрации. Пожалуйста, еще какие вопросы есть относительно презентации, относительно наших активностей? Да, по вопросам относительно приобретения программ обучения по инвентуру и автокаду, обращайтесь ко мне, меня зовут Барченко Петр, если еще кто-то не знает, значит, моя почта будет доступна в новостной рассылке, на нашем сайте. Соответственно, пишите, если есть какие-то вопросы, ну, звоните, как вам удобнее, там, скорее всего, и номер телефона, наверное, будет. Вот, так сказать, с удовольствием помогу, расскажу, проконсультирую, вот, все, что в моих силах. Коллеги, есть еще какие-то вопросы? Не стесняйтесь, задавайте. На всякий случай, здесь давайте я напишу свою почту. Здесь вот моя почта. Если она кому-то нужна, я на всякий случай вот ее оставляю. Если вопросов нет, тогда желаю вам, так сказать, терпения. Вот, приходите на наши вебинары, задавайте, готовьте вопросы, задавайте, надеюсь, на приятную дискуссию. Вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...